Третий «Ведьмак» получился крайне успешным, самым успешным в истории всей Польши. И вроде бы CD Projekt Red остается теперь купаться в деньгах, радоваться жизни и постепенно доводить до ума свой новый проект — киберпанк-РПГ по мотивам настолки Майка Понтсмита. Так и было бы в каком-нибудь симуляторе разработчика игр типа Mad Games Tycoon, но в жизни всё сложнее. Все последние годы из студии как крысы с тонущего корабля бегут ведущие специалисты, жалующиеся на невыносимые трудовые условия. Предлагаем вам детально разобраться, как сегодня идут дела в стенах CD Projekt Red и чего нам ожидать от Cyberpunk 2077. Трудно быть руководителем? Осенью 2017-го на просторах сети вокруг CD Projekt Red вспыхнул пожар. Студию на всех профильных площадках стали называть худшим местом для работы. Рейтинг на Glassdoor достиг ужасающих 15%. У Electronic Arts 95% для сравнения. CD Projekt Red из уютной маленькой команды, объединенной любовью к хорошим играм, выросла практически в целую корпорацию, но при этом её руководители остались теми же творцами, любящими делать игры, но, по мнению ряда сотрудников, не умеющими управлять сотнями и тем более тысячами людей. А к The Witcher 3 Wild Hand приложили руку, хотим напомнить, полторы тысячи человек, из них 300 было постоянных. В случае с Cyberpunk 2077 это количество вдвое выше. Само собой, представители компании заявили, что никакого кризиса нет и в помине, а разработка нового проекта идёт в соответствии с планом. На этом прецедент мог бы и закончиться, если бы не инсайды нескольких бывших работников CD Projekt Red. По их словам, отзывы на Glassdoor напрямую связаны с количеством сотрудников из Западной Европы и США. Чем больше их становилось, 1% штата в 2012 году и 40% в 2017, тем больше негативных отзывов появлялось на этом ресурсе. В первую очередь это связано с низкими, по их мнению, зарплатами, которые более-менее приемлемы для Польши и относительно малы для Запада. И получается, что в своей стране CD Projekt считается лучшей для трудоустройства компании и в отрасли. Но есть такие конторы, как EA или Ubisoft, где на тех же должностях люди получают в 2, а то и в 3 раза больше. Именно поэтому в польской студии такая текучка кадров. Впрочем, если положение с зарплатами несколько проясняется, проблема управленческого кризиса в CD Projekt так и осталась весьма острой. Главной причиной этого кризиса была заявлена некомпетентность руководителей, которые то и дело неправильно организовывали рабочий процесс, из-за чего векторы движения проектов постоянно менялись даже на поздних этапах разработки. В качестве примера можно привести несколько эпизодов откладывания Ведьмака 3. По данным источников, это произошло отчасти из-за того, что авторы потратили почти год на создание системы для нанесения ударов по уязвимым местам врагов, которая впоследствии была вырезана. Похожие смены курса и спонтанные решения, вроде перехода с одного движка на другой, случались и во время работы над первыми двумя Ведьмаками. Cyberpunk 2077 таких проблем тоже не избежало. Ее после нескольких лет разработки стали переделывать с нуля. Пролитый свет Как бы то ни было, разработка продолжается, и никакой производственный ад не сможет оправдать студию в глазах ожидающих фанатов. В марте этого года как раз прошла очередная презентация кампании с финансовым отчетом и ответами на некоторые вопросы прессы. Глава студии, Адам Кичинский, уточнил, что пока еще рано раскрывать детали. Но что касается вопроса о том, будет ли Cyberpunk кроссген игрой, он ответил, что хоть слухи о новых консолях всплывают все чаще, разработчикам их еще не рассылали. Потому о возможной кроссгенности можно только предполагать, но она возможна. Еще и потому, что игра предполагается очень технологичной. Подобно GTA V, она делается с расчетом на новое поколение консолей. Из прочих важных моментов глава студии подтвердил наличие в проекте генератора персонажей и возможность выбирать из различных классов. По поводу многопользовательского режима он уклончиво заявил, что игра создается в первую очередь как качественное однопользовательское приключение. Но и возможность добавления сетевой функции он отрицать не стал. Также было упомянуто, что в Cyberpunk 2077 не будет никаких скрытых платежей или чего доброго микротранзакций. Это, как и все Ведьмаки, игра с классической бизнес-моделью. Если вас интересует, зачем Геральта из Ривии добавили в Fighting Soul Calibur 6 и какую выгоду преследовала студия, то Кичински сказал, что никакого финансового стимула в этом нет. Просто маркетинговый ход, позволяющий познакомить с главным героем польской трилогии тех игроков, что с ним еще не знакомы. Немного интересных фактов принес и непосредственно финансовый отчет. По его данным, за прошедший финансовый год холдинг компании во главе с CD Projekt заработал 134 миллиона долларов. Чистой прибыли из них 58 миллионов, то есть практически половина от общей выручки. Показатели доходности остаются столь высокими уже третий год подряд, так что, по крайней мере, о финансовых трудностях компании в ближайшее время можно не беспокоиться. Также была подбита интересная статистика об общем количестве реализованных копий всей серии The Witcher. Их количество на конец 2017 года составляло более чем 33 миллиона копий. Причем около 8 миллионов пришлось на один 2017-й. Это был год десятилетия серии, и Wild Hand вместе с дополнениями продавались ощутимо лучше, чем в 2016-м. Плюс отмечено повышение доходов GOG благодаря выходу карточной игры Gwint. Но наверняка вам это мало о чем говорит. Куда показательнее информация о том, что инвестиции на создание Cyberpunk 2077 превысили 41 миллион долларов. То есть это минимальный бюджет именно разработки. На производство последнего Ведьмака для сравнения потрачено было 32 миллиона. На рекламу 35 миллионов, и эти 35 миллионов тогда были получены от издателя. Маркетинг Cyberpunk 2077 CD Projekt решила полностью взвалить на свои плечи. Очевидно, компания уверена в успехе. Новая игра, точнее это не просто новая игра, а новая франшиза Blockbuster, будет очень большой, эпической, и это будет полноценное РПГ. Не экшен с элементами РПГ, не на четверть или на половину РПГ, а именно игра с истинной ролевой составляющей, более продвинутой и масштабной, чем в третьем Ведьмаке. По крайней мере, так подает свое следующее творение сама студия. Как мы уже сказали, команда постоянных разработчиков разрослась до 600 человек, и с недавних пор к проекту привлечена студия Strange New Thing, основанная в конце 2016-го авторами Dying Light, Dead Island и Hitman. CD Projekt Red ее полностью выкупила, и на ее базе основала во Вроцлаве дополнительное подразделение. Мы до сих пор вынуждены смотреть на тот тизер, показанный миллион лет назад, но уже в этом году Cyberpunk 2077 должна предстать во всей красе. Разумеется, на E3. Как минимум ждем трейлер, но курсируют слухи и насчет того, что поляки покажут и кусок геймплея. Каждая ролевая игра, которую мы создали, на старте казалась невозможной. У нас ушло пять лет на Ведьмака. Нам пришлось написать свой движок, чтобы закончить Ведьмака 2. А потом мы с нуля переизобрели свой подход к разработке игр, чтобы выпустить Ведьмака 3. Когда мы начинаем длинный путь по созданию чего-либо, мы знаем, где конечная точка, и знаем, что если что-то кажется невозможным, не факт, что оно таковым является. И, как выясняется, обычно почти все можно реализовать. Нужно просто много веры, преданности и духа. Такой подход к созданию игр не для всех. Он часто требует от людей попытку изобрести колесо заново, даже если они думают, что оно отлично работает. Но вы знаете что? Мы уверены в том, что изобретение колеса каждый чертов раз помогает сделать лучшую игру. На этом пока все. Играйте в хорошие игры и до новых встреч на GSTV. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова